Оплачивать проезд на отдых пенсионерам, получающим пенсию по потере кормильца, предлагают камчатские депутаты. Эту тему они затронули на заседании Комитета по соцполитике Заксобрания Камчатки и Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Встреча состоялась в режиме видеосвязи. В рамках заседания Комитета нами был представлен доклад, в котором мы обосновали позицию по поправке к статье 34 Закона Российской Федерации о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Дальнего Севера и приравни к ним областям. Данная поправка направлена на обеспечение социальной справедливости гражданам, которые за многолетнюю трудовую деятельность в районах Крайнего Севера заработали страховую пенсию и заработали право проезда к месту отдыха и обратно, но в связи с тем, что перешли на пенсию по потере кормильца, на сегодняшний день лишены данного права. Сейчас на Камчатке страховую пенсию по старости получают более 85 тысяч человек. Из них чуть более 54 тысяч не работают и имеют право на оплату проезда на отдых и обратно за счет пенсионного фонда страны. Граждан, имеющих страховую пенсию по старости, но по тем или иным причинам, перешедшим на страховую пенсию по потере кормильцев, 182 человека. Средняя пенсия по потере кормильца в Камчатском крае 26 969 рублей, а средняя разница при переходе составляет 8 127 рублей. В правом проезда к месту отдыха и обратно на сегодняшний день лишены 182 пенсионера, получающих страховую пенсию по потере кормильца. Это 0,3% от числа всех пенсионеров, проживающих в Камчатском крае. Если говорить о пенсионерах, проживающих в 22 регионах Российской Федерации, получающих пенсию по потере кормильца, их численность составляет на 2019 год 70 208 человек. Это 1% от общего количества пенсионеров, проживающих в данных регионах. Сегодня для реализации прав 182 пенсионеров Камчатского края, имеющих трудовой стаж в Камчатском крае более 15 лет и заработавших право проезда потребуется 5 миллионов 14 тысяч рублей при условии, что все они 100% заявятся на компенсацию. При положительном решении вопроса по принятию данного законопроекта, реализация норм законопроекта будет осуществляться в пределах суммы ассигнования федерального бюджета, предусмотренных на оплату стоимости проезда неработающим пенсионерам к месту отдыха и обратно в соответствии со статьей 34 закона за номером 42 20 от 19 февраля 1993 года и позволит в полном объеме обеспечить гражданам реализацию их прав, заработанных за многолетнюю трудовую деятельность в условиях Севера. Инициативу по защите интересов пенсионеров в районах Крайнего Севера поддержали в Госдуме России. Все-таки должно как-то реализоваться настроение людей, тем более не из Москвы, оно всегда будет надуважительно относиться к мнению на расстоянии. Тем более Илла Юрьевич, неоднократно повторяя, а вы помните 6 лет назад, он сказал, 21 век развития Дальнего Востока. За 20-й год уехало 30 и чуть более 30 тысяч. Значит, проблемы существуют. То есть, непритворение какое-то имеется. А это непритворение, оно складывается по крупицам. В том числе и нет возможности пенсионерам не лететь, ни у них не приехать. Мы нашим комитетом и помним на Камчатке, мы проводили выездные комитеты, на Камчатке проводили. Пенсионеры трудились, продолжают трудиться, а они создают настроение у своих родных, близких, семей. Потому что их дети живут и на Камчатке, и в Магадане, и в Приморском крае. Первый зампредседателя Заксобрания полуострова Андрей Копылов поблагодарил коллег из Госдумы за поддержку. Должны мы что-то все-таки сделать для наших пенсионеров. И поверьте мне, потому что, допустим, съездить пенсионеру на сегодня, здесь у нас на Камчатке есть санаторий. Но заплатив за санаторий пенсионеру здесь где-то как-то это гораздо дороже выходит, чем слетать, допустим, в Сочи с оплатой проезда. Поэтому, уважаемые коллеги, пожалуйста, услышьте нас. Принятие данной поправки затрагивает интересы более 70 тысяч пенсионеров, проживающих в 23 регионах Российской Федерации, расположенных в районах Крайнего Севера и при равных к ним местностях. Все эти регионы поддержали принятие нашего законопроекта. Депутаты Госдумы от дальневосточных регионов поддержали инициативу камчатских коллег. Уже создана совместная рабочая группа, в которую вошли депутаты Госдумы и Заксобрания полуострова, представители Министерства труда и Пенсионного фонда России. Все вместе они проработают детали нового законопроекта. В целом, комитет поддержал принятие нашего законопроекта. Но на сегодняшний день рабочей группе поручено доработать финансово-экономическое обоснование и отправить данный законопроект на рассмотрение в Государственную Думу для принятия в первом чтении.